Приветствую вас, вот, для начала, наверное, хочется сказать, что не совсем понятно, как развивались события, события, то есть хронология событий не совсем ясна, по крайней мере для меня. То есть вы говорите, что выяснилось, что через 10 лет вам будет 47, ему всего 41, и вы можете ходить в наш новый клуб, а мне под болтос и пенсия. Хотя разница в возрасте, в общем-то, всего 6 лет, и я, если честно, как-то не думаю, что разница в 6 лет критическая в данном случае. Вот. Так что дело здесь, наверное, не в том, что он может захотеть в клуб ночной. И не в том, что вам, к примеру, будет 47, а ему 41, а, вероятно, в том, как вы выстраиваете свои взаимоотношения с мужчиной, выстраиваете свои взаимоотношения с мужчиной. И, понимаете, Светлана, какая штука. Вы делитесь с нами только теми вещами, которые есть сейчас. Но мы не знаем, как вы пришли к этому, мы не знаем, что произошло, мы не знаем, мы вообще практически ничего не знаем. Про вас, про то, как формировались ваши отношения с мужчиной. Как стало возможным, что вы, условно говоря, допустили такого мужчину, такого мужчину к себе, допустили такого человека к себе. Сталось для вас открытием, что мужчина, ну, вот, такой, что он, вот, так себя ведёт, что он, вот, такие вещи себе позволяет и так далее. Ну, вот, этот момент, на самом деле, здесь не раскрыть никак. И, вообще, вот, как вы себя выставляете в своём тексте, так это так, что вы жертва, что вы ни за что не отвечаете, что от вас ничего не зависит, что вы ничего для себя не требовали. То есть чувствуется от вас, знаете, какое-то обесценивание себя. Чувствуется, что вы себя очень сильно обесцениваете, не цените вы себя. Вот какое ощущение у меня возникло. Я здесь думаю, что это не случилось вот так вдруг. Я не думаю, что это произошло случайно. Если честно, я думаю, что это копилось годами. Если честно, я думаю, что это развивалось годами. Такое ваше отношение к себе. И мне кажется, что возможно, вам сейчас может прислушиваться к себе. И прислушившись к себе, вы увидите, почему вам плохо, почему вам больно, и почему вы считаете, что вашу жизнь смогли поломать люди, которым по большому счёту, как оказалось, было на вас плевать. И ведь я не думаю, что это опять же случайность. Я не думаю, что это опять же что-то такое произошло вот так вот вдруг. Я думаю, что опять же у этого всего есть причины. Итак. Значит, в октябре 2015-го года рухнул брак. Да, я хотел сказать, что вот есть ощущение такое, да, что вы себя жалеете. Я не думаю, честно говоря, не думаю, что вы делаете что-то плохое, ну, жалея себя. Не думаю, что вы поступаете как-то вот плохо, жалея себя. Я не думаю, что вы поступаете деструктивно, начиная себя жалеть. Вот. Ну, я думаю, что вам можно, в принципе, вот это удовлетворение, что плохо, что всё плохо, довести до, возможно, своего абсолюта. Тогда бы, тогда бы, возможно, ситуация была бы несколько другой. Возможно, вы чувствовали бы себя несколько иначе и по-другому бы просто себя ощущали. Не говорю, что это обязательно так, я не говорю, что это обязательно прям вот сто процентов такой момент. Но, как мне видится, довести, именно довести своё чувство, то текущее чувство, которое у вас сейчас есть, до вашего, до абсолюта, вот, ну, было бы на самом деле неплохо. Понимаете? То есть это вот та самая история, которая вам, возможно, могла бы помочь с точки зрения профессиональной психотерапии, конечно же. То есть такое ощущение, что вы не даёте своим чувствам, своему чувству вам и обладать. Ну, это может быть связано с тем, что у вас ребёнок и вы чувствуете за него ответственность, может быть, есть какие-то ещё аспекты, может быть, на это влияет, в частности, то, что вы себя обесценивали, как обесценивали, так и, в общем, да, продолжаете обесценивать раньше. Вот, я, конечно, этого не знаю, но то, что вам сейчас плохо, говорит о том, что вам не хватает любви. И, конечно, вам не хватает любви к самой себе. Дальше. В октябре 2015-го рухнул брак. Не самый идеальный, но по любви к ребёнку. Знаете, ну, помимо того, что, очевидно, брак для вас имел большое значение, как таковой. То есть, вот, брак сам по себе для вас имел большое значение. Я хочу сказать сейчас, что по любви и с ребёнком, вот вы сказали, что брак по любви и с ребёнком, это мало похоже на просто перечисление характеристик брака. Это больше похоже на всё-таки, ну, на перечисление того, что вас волнует, на перечисление того, что вам важно, на перечисление тех моментов, тех факторов, которые вам важны. Прошу отнестись к этому с пониманием. Прошу отнестись к этому с пониманием. Если вам брак был важен, и важен был очень-очень-очень сильно, то было бы неплохо понять, чем был важен для вас брак. Брак. Настолько сильно, что вы, по-видимому, по-видимому, очень сильно переживаете его. Удрат, вы говорите, что он рухнул, хотя браки не ручатся, браки распадаются, и процесс распада происходит постепенно. Возможно, были вещи, которых вы раньше не замечали. Возможно, какие-то признаки, о которых вы предпочитали закрыть глаза. Может быть, было что-то еще, но браки не ручатся. Дальше, все можно было наладить, но откуда эта информация, что все можно было наладить? Вот вы так говорите, да, что брак разрушатся, но все можно было наладить. Вот кто сказал, что все можно было наладить? Что указывало на то, что все можно было наладить? Если ваши интересы не учитывались, как вы говорите, то ничего наладить было нельзя. Ничего наладить было нельзя в принципе, потому что наладить может только пара, только оба, два партнера. Но ни в коем случае не один человек. Поэтому здесь вот как-то хочется у вас спросить, откуда информация, что можно было наладить? И до чего разрушился брак? Но наши с ребенком интересы не рассматривались. Я бы сказал, что вы, Светлана, не защитили свои интересы. Я не очень понял хронологию, именно как в хронологическом порядке развивалась ваша история. Я не очень этот момент, если честно, понял. Вот, но вы не отстояли свои интересы. Не ваши с ребенком интересы, а свои интересы. Вы не отстояли свои интересы, Светлана. Почему не отстояли, это уже вопрос, более интересный. У ребенка на тот момент своих интересов, как таковых, по-видимому, еще не было. Не было, потому что он недостаточно взрослый. Вот. Это сейчас, в 8 лет, ребенок может иметь свои интересы. Но никак не в то время, в том возрасте, как он, я так понял, был. Постоянно жертвовать чем-то без отдачи больше не могла. Ну, правда, заключается в том, Светлана, что вы жертвуете до сих пор. Вы жертвуете и сейчас. Правда, заключается именно в этом, в том, что жертва продолжается. Выяснилось, что через 10 лет мне будет 47, минус его 41, ему может захотеться в ночной клуб, а мне это подплодок с пенсии. И что? Знаете, это, наверное, самое странное предложение. То есть, что вы хотите этим предложением сказать, что значит выяснилось, что через 10 лет мне будет 47, а именно 41. Разница в возрасте вы хотите и хотите сказать выяснилось, но вы же сами понимаете, что вы были в курсе своего возраста. Что ему может в ночной клуб закатиться? Да, может быть для вас это стало как раз таки новостью. Да, может быть. Может быть для вас это и стало новостью. Но, опять же, момент. Опять же, момент. Вы же знали своего мужчину? Скорее всего. Так почему же в таком случае для вас стало новостью, что ему может захотеться в ночной клуб? А когда вы говорите, что подпал дождь, пенсия, пенсия. О, насколько я знаю, опять же, в каком контексте этот момент. Да и вообще, родителям хорошая девочка, которую она обязательно встретит, может не понравиться, что он жена. Тут, опять же, не очень понятен контекст. Я серьезно сейчас говорю. Вот, совершенно серьезно. Я не очень понимаю, в каком контексте вы этот момент пишите. То есть, родителям какой хорошей девочки, может не понравиться, что он женат. А вы тогда, кто и как. Не стал говорить только о том, что хорошая девочка уже найдена, все больше о том, что я плохая говорил. То есть, имеется в виду, что у него появилась любовница. Если у него появилась любовница, то опять же, это не происходило вдруг. Это развивалось. Появление любовницы, это следствие определенных проблем в отношениях. Да, мужчина не хотел, не захотел эти самые проблемы решать. Это так. Но у меня сложилось такое впечатление, что вы не принимаете до сих пор то, что он не хочет решать проблемы. Не принимаете его немного детское поведение, не принимаете тот факт, что за вас никто ответственность не готов. Потому что мужчина, которую вы выбрали, не готов нести ответственность ни за себя, ни за своего ребенка. Далее. Такое ощущение, что вы как бы соглашаетесь с тем, что мужчина нашла вас плохой. Я, конечно, этого не утверждаю наверняка. Я не могу этого утверждать наверняка. Но мне так видится. Мне видится, что вы как будто бы согласны с тем, что вам уговорит мужчина. То есть здесь нужно раскрыть ваши отношения к тому, что он назвал вас плохой. Как вы сами к себе относитесь. И отец его как-то сказал, что не доверили воспитывать ребенка. Не предали, а доверили. Любечно. Ну, опять же, тут, Светлана, вы себя поставили вот так, что не ценили вас и не уважали. Почему так? Вопрос. Как вы относитесь к себе? Вопрос. Насколько вы заботитесь о себе? Вопрос. Насколько вы позволяете себе быть самой собой и быть свободной? Вопрос. И вот мне уже сорок на руках ребенок в 8 лет со всеми его проблемами и заботами. Ну, опять же, вопрос в ваши отношения с ребенком. В моей жизни ничего нет, кроме этих забот и проблем. Ну, это в некоторой степени ваш выбор. Просто нет времени, я работаю до поздна, а потом уроки. А почему бы я ребенку самому уроки не делал? Почему? Вот просто, почему ребенку самому бы не учиться? Не учиться. Или для вас его учеба настолько важна, что вы готовы жертвовать собой, своим счастьем, лишь бы он учил. Вот. То есть, понимаете, это ваш выбор. Да, вы можете сказать, вы можете сказать что-то вроде, что-то вроде того, что мне важно, чтобы он учился, для меня это очень важно, чтобы он учился. и я вас, наверное, пойму. Но, мне кажется, что сейчас пришло время рассмотреть свои приоритеты. Мне кажется, пришло время ответить себе на вопрос, что для меня по-настоящему важно. И важно ли, понимаете, какая ссорь, то, что вы ребенка делаете не самостоятельным сейчас, своего, за счет того, что не позволяете ему самому нести ответственность, по сути, за свою жизнь, вряд ли пойдет ему на пользу в дальнейшем. То есть, если вы себя этим делаете несчастным, вряд ли сделаете счастливым его, потому что как вы жертвовали тогда ради мужа, так вы теперь жертвуете ради него. Ну, а ребенку обедного легче не становится, развивается комплекс вины, который, вполне возможно, уже дает о себе знать. Про то, что просто нет времени, опять же, я верю, что вы так чувствуете. Но куда оно уходит? В выходные, провожи время с ребенком, у нас же вообще без родителей расти будет. Опять же, важно не количество приведенного времени, а качество. И если мама несчастна, но все время с ним, лучше бы такой мамы рядом не было. А если мама побудет в час, но при этом этот час будет счастливым и наполненным эмоциями, это бесценно. Так что здесь такое ощущение, что вы просто находите оправдание для того, чтобы не делать что-то для себя. Я уверен, что и работаете до подна вы точно для ребенка, не для себя. А что делаете для себя? Я сейчас не вижу, что жизнь моя сломана. Это болото навсегда. Ну да, пока вы так себя ведете, это правда. Он нарядный и веселый, фея без проблем и забот порхает вокруг него. Ну, если вы сравниваете себя с феей, видите его в контексте своей успешности, в контексте своей достойной состоятельности, что является, я так понимаю, основой для вашего отношения к браку. Все счастливы на обломках моей жизни и переломанной жизни ребенка, который несмотря ни на что его любит. Ну, ребенок и будет любить, потому что это его отец, каким бы он ни был. Вы хотите, чтобы он перестал любить или что? Далее. Никто не может быть счастлив на обломках вашей жизни. Это вы себя женеете. Это те кроки любви к себе, которые вы себе позволяете. Это вместо полноценного такого отношения и полноценной такой заботы о самой себе. Просто не понимали, что его предали. Ну, на самом деле, предательства-то и не было, как я понял. Если отец всегда себя снизил так, предательства не было. Поэтому ребенок не сможет воспринять ситуацию, да, как его воспринимаете вы, а вы воспринимаете это как предательство. Хотя, мужчина, мужчина, мужчина просто оказался не тем человеком, которого вы видели. Дальше. Так. Высший муж поиграет с ним, как с котенком раз полгода, и получит на место одни права, никаких обязанностей. Ну, к обязанностям вы можете привлечь его самостоятельно, подав, например, на алименты. Не могу смириться с существованием моим. Как принять это? Принять что? То, что это болото? Не получится. Понимаете, если вы не способны принять, что это болото, не способны принять это болото, как вы говорите, значит, у вас есть, есть у вас понимание того, что вы способны на большее. Если вы не можете принять вот это болото, значит, вы достойны большего, и вы это знаете, а значит, принять это не получится. Другой вопрос, что за, так сказать, притязание нужно будет заплатить определенную цену. За притязание нужно поуменьшить ответственность за других и увеличить ответственность за себя. Для этого необходимо поработать с ложными чувствами, с самооценкой, и тогда ситуация, возможно, станет лучше. Я уверен, что станет лучше. Вообще, просто подумайте, когда вы принадлежите только себе полностью на 100%, когда вы что-то делаете для себя, делаете ли вы что-то для себя? Вы так активно цепляетесь к своему возрасту, говорите ему, вот, у меня 147 будет, 140 будет. Это говорит о том, что у вас нет некой глобальной цели, которую бы вы могли реализовывать в своей жизни. Ну, тот факт, что этой цели нет, и является основанием, причиной, по которой вы оказались здесь, там, где вы сейчас находитесь. Ведь, если бы у вас была эта самая цель, то никто бы не смог ничего вам поломать. Так что, подумайте об этом, поприспочивайтесь к себе, выберите психолога и начните работу с психологом как проявление заботы и любви к себе. Подарите себе это время, и тогда ситуация станет лучше. Я думаю, я думаю, я чувствую, что вы не знаете себя. Вы не знаете, какая вы, какая вы, вы не знаете. И я вас прекрасно понимаю. Это можно исправить. Можно исправить, чтобы вы знали, какая вы. Чтобы вы знали, что вы из себя представляете. Что можно сделать. На этом все. Я надеюсь, что мой ответ вам помог. Если он понравился, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Желаю вам всего самого доброго и удачи.